Привет на канале Тимур 11 ТВ. Сегодня мы продолжим для вас читать книжку про поляну. В прошлой серии мы оставились на том, что мы прочитали полностью 14 главу, которая называется «Главная трава студии». Сегодня у нас читала глава 15, которая называется «Доктор Чилтон». Ну что, поехали. На этот раз громада из серого камня не показалась поляне столь неприветливой, как и раньше, окна Пендултонского дома были открыты. Пожилая служанка развешивала белье на заднем дворе. Ноги сами понесли поляну к боковому входу. И, кстати, я вам тут такое хочу сказать, что я вам опять вопросик такой придумал. А затопило ли вас, а то дождь, а то эти все дожди идут. Пишите цифру 1 или слово «Да, если затопило», или пишите цифру 2 или слово «Не, если не затопило». В следующей серии знаем, за какой вариант было больше голосов. А сейчас поехали. Лишь остановившись у двери, она сообразила, что сжимает в руках не ключ, а миску со студнем. Знакомый маленький пёс тут же подбежал к ней и приветливо завилял хвостом. Она постучала. И, кстати, я вам тут такое хочу сказать, что мы для вас в прошлой серии вопросик такой вот задавали. «Занимаетесь ли вы вокалом?» И мама написала, что не занимается. А сейчас поехали. Служанка проявила куда меньше ровения, чем собака, и поляне не пришлось изрядно подождать, пока дверь наконец затворилась. «Простите, пожалуйста», – смущенно проговорила поляна. «Я принесла студень с телячьей ножки для мистера Пендлтона». «Спасибо», – ответила пожилая Служанка. «Что мне передать мистеру Пендлтону? От кого этот студень?» В этот момент в холл вошел доктор. Он слышал, что сказала Служанка и заметил, как горестно вытянулось лицо девочки. А студень с телячьей ножки приветливо скликнул он, подходя к поляне. «Неплохо, неплохо. А может, ты хотела бы повидать нашего больного?» «О, да», – с улыбкой ответила поляна. Пожилая Служанка изумленно уставилась на доктора. «Но тот, кивком головы, подтвердил приказ, и она, не хотя, повела девочку через холл. Но разве мистер Пендлтон не распорядился, чтобы к нему никого не пускали?» С тревогой осведомился у доктора молодой санитар. «Совершенно верно», – спокойно ответил мистер Чилтон. «Но я распорядился по-другому и готов нести за это ответственность. Вы просто не знаете, эта кружка – чудо. Она действует на больных куда лучше всех тонизирующих средств на свете. Только она сейчас, пожалуй, способна вывести Джона Пендлтона из того угромого состояния, в котором он пребывает. Поэтому я и прислал ее к нему. А кто она такая? Племянница одной из самых известных жительниц города. Девочку зовут Поляна Уитер. «В общем-то, я сам почти не знаю эту юную особу, зато с ней хорошо знакомы многие мои пациенты. И знаете, результаты просто поразительные. Да, недоверчиво. Да, недоверчиво уснувнулся санитар. И чем же она на них действует? Сам не знаю, если верить моим пациентам, она умеет радоваться всему, что произошло или произойдет. Во всяком случае, они-то и дело пересказывают ее забавные речи, и слово «радоваться» в них повторяется каждую минуту. Жаль, вот только с улыбкой продолжал он, выходя на крыльцо, что я не могу выписать на нее рецепт, как выписываю порошки или микстуры. Хотя, если таких, как она, разведется слишком много, и вам, и мне придется идти в камево, ежеры или землекопы, чтобы свести концы с концами. Ну, вот и все. Мы прочитали историю, точнее, мы прочитали половину, ну, что ли, первую половину пятнадцатой главы. В следующей серии нас ждет вторая половина пятнадцатой главы. Но это мы уже будем читать в следующей серии. А сейчас ставь лайк и подписывайся на канал Тимур 11 ТВ. Пока-пока, пока-покеда.